Через внешние Восвятилище Твое Счезал тарь пройду я Чтоб узреть лицо Твое Мимо множества людей Чтобы петь Тебе хвалу Я жажду иметь Твою праведность Без Тебе ее найду Дай войти мне святое сады Главью Отца мне путь не открой Дай войти мне святое сады Я хочу быть святым веком Через внешние Восвятилище Твое Счезал тарь пройду я Чтоб узреть лицо Твое Мимо множества людей Чтобы петь Тебе хвалу Я жажду иметь Твою праведность Лишь Тебе ее найду Дай войти мне святое сады Главью Отца мне путь не открой Дай войти мне святое сады Я хочу быть святым веком Дай войти мне святое сады Главью Отца мне путь не открой Дай войти мне святое сады Я хочу быть святым веком Я хочу быть святым веком Я хочу быть святым веком Прочитаем отрывок из 6 главы, начиная с 22 стиха. 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 Во-вторых, из этого текста мы узнаем то, что угодно и то, что не угодно Иисусу Христу. То, что угодно Богу и что не угодно Богу. В-третьих, из этого текста мы узнаем совет Иисуса Христа, который Он дает людям, которые якобы ищут Его. Он им говорит, вы должны стараться не о пище тленной, а о пище, пребывающей в жизнь вечную. Исследуя этот текст, я нахожу его на сегодняшний день настолько ясным и понятным, настолько полезным, настолько живительным и настолько весьма необходимым, каким он был в те времена, когда жил Иисус Христос и говорил Его ученикам своим. Тема сегодняшней проповеди «Хлеб жизни» я буду сегодня, если Господь позволит, говорить только первую часть этой проповеди. Эта часть названа мною «Проповедник, призывающий к вере». И вторая часть, которая будет идти тоже самое из этой главы, также будет под этим же общим названием «Хлеб жизни». Она будет названа как «Привилегии людей, принявших веру в Иисуса Христа». В этой части Иисус Христос призывает людей к вере, к настоящей вере, к вере, которая должна стать спасающей верой. Вы знаете, что в Священном Писании, в Новом Завете, не всякая вера, которая есть у человека по отношению к Богу, названа спасающей верой. Например, есть вера, которая названа верой, и в то же самое время Иисус Христос ее расценивает как вера бесовская. Вера бесовская имеет отличительную характеристику. Бесовская вера признает Бога, признает существование Бога, признает то, что Бог существует, что Он является Творцом, что Он является Создателем. Более того, бесовская вера признает то, что Бог владычествует на земле. И в то же самое время бесовская вера никогда не подчиняет свою волю Божьей воле. Спасающая вера, вера в Иисуса Христа, имеет отличительную характеристику, что она не только признает существование Бога, она признает Иисуса Христа как жертву, которую Бог отдал для того, чтобы человек, поверив в Него, получил прощение грехов. И вторая часть спасающей веры заключается в том, что человек, верующий в Иисуса Христа, как в личного Спасителя и в Бога как Создателя, подчиняет свою волю этой божественной воле, Божьему абсолютному всемогуществу и правлению. Когда они Его нашли, 25 стих, и найдя Его на той стороне, сказали Ему, Рави, когда Ты сюда пришел? То есть мы так рады, что вот наконец-то мы ходили туда-сюда, нашли Тебя. Почему мы ищем Иисуса? Некоторые люди сегодня ищут Иисуса из своих материалистических ценностей, потому что считают, что если вы верующий человек, ведете более-менее приличный образ жизни, у вас будет все немножко лучше, чем у других людей. Некоторые современники наши выдвинули учение даже о том, что если вы следуете за Господом, значит, вас будут сопровождать постоянно материальные благополучия. И это целое движение. И люди приходят для того, чтобы получить материальное благополучие. Другое еще очень популярное сегодня тоже движение – это чтобы получить здоровье. И тогда, когда объявляют, что там-то и там-то будет происходить массовое исцеление, появляется огромное количество людей. На самом деле у нас есть потребности, которые нам необходимо восполнять. Восполнять потребности в здоровье, потребности в обыденных наших повседневных потребностях в еде и так далее. Чтобы у нас в семьях было все нормально, чтобы у нас работа была, чтобы у нас еще какие-то привилегии были. Но Священное Писание говорит, что если мы по этой причине ищем Господа, Господь нас будет обличать, точно так же, как обличил своих современников. Он говорит, «Вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, не потому, что хотите иметь спасающую веру, а потому, что ели хлеб и насытились». И 27 стих говорит «Старайтесь». То есть прилагайте старания не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, с 31 стиха Иисус Христос на горной проповеди пишет, «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». Послушайте, человек, который верующий, прилагает всю свою жизнь, или вся его жизнь направлена на то, чтобы только наесться, напиться и одеться, он похож на язычника. Думая об этом, я сравниваю себя и хочу, чтобы каждому из нас Дух Святой сегодня проговорил, а не язычествуем ли мы? Каждый в отдельности. Сколько времени у нас уходит на то, чтобы стараться хорошо наесться, хорошо на пицце, о доме, где мы живем, о машинах, на которых мы ездим, не знаю, что еще. Многие-многие другие вещи. Писание говорит, это язычество. Говорит, если вы ищете меня для того, чтобы только имели вот это все, вы ничем не отличаетесь от язычников. Дальше Христос говорит в 33 стихе Евангелия от Матфея, 5-6 глава «Ищите прежде Царство Божие и правды Божьей, и все это приложится вам». То есть приложением придут эти вещи, а мы хотим, чтобы Царство Божье пришло приложением к тем вещам, которые мы желаем. Писание говорит, нет, сделайте акцент на Божье Царство, все остальное приложится вам. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Считается, что человек весьма и весьма озабочен. С точки зрения Священного Писания, с точки зрения исследований, которые производят или делают сегодня, у человека очень много забот. Считается, что примерно 90% всех забот, о которых заботятся люди, под собой они не имеют никакого основания. Примерно 70% из тех забот, которые вас беспокоят сегодня. Статисты говорят, что ни одна из этих сложностей, она не случится в вашей жизни. Примерно следующие 20% из тех забот, которые заботят вас сегодня. Вы никаким образом не можете на них повлиять, поэтому, заботясь или не заботясь, вы только добавляете себе седых волос или выпадание их. Писание говорит, что все заботы ваши возложите на Него. Дело в том, что это один из элементов веры. Иисус Христос, увидев этих людей, которые следуют за Ним, увидел, что на самом деле они заботятся об очень простых вещах, об очень мелких вещах, о которых не следовало бы столько заботиться. 26 стих говорит, что эти люди, они материалисты. Их интересует Иисус только потому, что может наполнить их желудки. 27 стих говорит, что желудочные желания этих людей затмили их разум. И они не могут понять, о чем говорит Иисус. Друзья мои, эта проблема существует и сегодня. Наше желание получить что-то, приобрести что-то, добиться чего-то, иногда затмевают наш здравый рассудок, чтобы понять, о чем говорит Господь и что требует от нас Господь. Христос в 27 стихе говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую дает вам Сын или даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем, то есть на Иисусе Христе, положил печать свою Отец Бог. Этот отрывок является одним из отрывков, которые чаще всего очень своеобразно толкуют. И есть множество толкований, что значит, что Бог положил на Иисусе Христе свою печать. Толкование, которого я придерживаюсь и хочу поделиться с вами, что Бог обозначил Иисуса Христа, то есть положил печать, Он отделил его, Он обозначил его для того, чтобы в нем люди имели спасение. В Евангелии от Иоанна написано, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. То есть это означает, что в имени Иисуса Христа обозначен человек, Бог, через которого все остальные люди могут получить прощение грехов, могут получить искупление. И сегодня поэтому мы говорим на основании Священного Писания, что нет другого имени под небом, нет другого пути для познания Бога, нет другого пути для того, чтобы быть спасенным, есть только Иисус Христос, и человеку необходима вера в Иисуса Христа. С 26 по 29 стих описывается собрание неверующих людей. Странно, это были иудеи, иудеи, которые искали Иисуса, иудеи, которые знали Моисея, иудеи, которые знали Ветхий Завет, и тем не менее, это было собрание неверующих людей. Мы сегодня в самом начале говорили, что не всякая вера является спасающей верой, и не всякая вера с точки зрения Бога может быть верой, которая названа, или которая сделает человека верующим в Бога человека. Кстати, в наше время существует также много людей, которые называют себя верующими, но по сути это неверующие люди. Иисус Христос сказал, что когда-то в Божьем Царстве, когда будут входить люди разных веков в Божье Царство, придет время, когда будут отделяться козлы от овец, то есть будут и одни, и другие, это люди, которые были в церкви, и одни, и другие, это люди, которые были на церковных скамейках, скажем так. И придет время, когда Бог будет отделять и будет говорить, что «Я вас не знал никогда, а я с вами не был знаком вообще никогда» собранием неверующих людей. Дело в том, что Христос очень и очень хорошо знал человеческое сердце. 28 стих говорит, что после того, как Он им говорит, что старайтесь о пище тленной, не о пище тленной, а о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, 28 стих, они сразу подумали, подожди, так мы же можем что-то сделать для того, чтобы изменить ситуацию. Послушайте. И сказал, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Они думали, что можно что-то сделать для того, чтобы творить дела Божьи. Кстати, согласно закона, нужно было делать много дел, много вещей, которые в конечном итоге привели бы человека в Богопознание. Иисус Христос устанавливает Новый Завет. И в Новом Завете дела, которые мы делаем, если мы хотим их сделать для того, чтобы получить прощение, получить признание Богом, наши дела являются, Писание говорит, как запачканная одежда. Самое лучшее, послушайте, самое лучшее, что только вы можете сделать. Но если вы не знаете Иисуса Христа как личного Спасителя, Писание называет, что ваше дело, оно не является Богопринятым, оно является запачканным перед Богом. И когда эти люди пришли, говорят, подожди, а что мы можем сделать тогда? Мы хотим как бы измениться, но что мы можем сделать? Иисус говорит им в ответ, 29 стих, вот дело Божье. Послушайте, я хочу сегодня, братья, сестры, люди, кто находятся в зале, кто слушает нас, вот дело Божье. И сегодня проверьте себя, проверим себя на Божье дело. Имеем ли мы дело Божье? Какое Божье дело? Веровать, что Иисус является Сыном Божьим, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И возникает вопрос, а что это такое? На это Ему сказали 30 стих. Подожди, ты хочешь, чтобы мы в тебя поверили? Дай нам знамение. Дай нам знамение, и мы в тебя поверим. И знаете, какого знамения они просят? Знамение Моисея. Моисей, с точки зрения их понимания, был человеком, который дал знамение, и через это знамение весь народ поверил в Него. Это было знамение, о котором они здесь говорят, питание манной небесной. И они ему говорят, что если ты даст нам знамение, что мы тогда увидим и поверим тебе, что ты делаешь. 31 стих. Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Диалог происходит согласно 59 стиха этой главы. Этот диалог, или весь этот разговор происходит в синагоге, в Капернауме. Похоже, что они нашли его, пришли в синагогу, и там этот диспут дальше, или эта дискуссия с Иисусом Христом постепенно перешла в богослужение. Иисус Христос дальше проповедует. Но здесь он дискутирует с ними. И они его спрашивают, какое ты дашь знамение? Они цитируют ему 77-й Псалом. В 77-м Псалме там описывается о том, что Моисей, то есть или Бог дал через Моисея хлеб небесный. И они говорят, а ты что нам дашь? Послушайте, а что было за день до этого? Не то же самое ли было? Абсолютно то же самое. 20 тысяч людей, во всяком случае, огромное количество людей получили хлеб. Иисус Христос им говорит, послушайте, я вот вам что хочу сказать. Не Моисей давал хлеб, а Отец мой небесный дал хлеб. И этот хлеб небесный сегодня вам предлагается. Дело в том, что эти люди, они не понимают духовного смысла, духовного значения. Они хотят обычные, плотские, простые вещи. Они хотят напитать свой желудок. А он говорит, подождите, вы о вашем желудке беспокоитесь больше, чем о ваших душах. Вы о вашем желудке беспокоитесь больше, чем о вашем разуме. Вы должны питать свой разум. Вы должны питать свою душу. И этот хлеб дает вам Отец небесный. Дело Божье, которое может сделать человек, это поверить в Иисуса, как в Мессию. Начиная с 30 стиха, Иисус Христос призывает этих людей уверовать в Него, как в Мессию. 77 псалом, если вам не сложно, откройте вместе со мной. 23 стих по 25 написано так. Он повелел, то есть Бог повелел облакам свыше и отверзть дверь неба. Он одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, он послал им пищу до сытости. Если дальше этот псалом будете читать, вы заметите, что и прогневался на них Бог, и прогневался на них Бог, и прогневался на них Бог. Потому что все это были, как пишет апостол Павел 1 Коринфянам, 10 главе, все это было прообразами, показывающими и указывающими на Иисуса Христа. 32-33 стих говорит, что среди них, среди этих людей, которые просили о хлебе небесном, у Иисуса Христа был тот, кто давал в свое время манну Моисею. 34 стих, очень интересный стих, на это сказали ему Господи, подавай нам такой хлеб всегда. В порыве эти люди просят духовный хлеб, но у них все же остается об этом хлебе очень земное представление. Друзья мои, это похоже на нас сегодня точно. Про себя небесном у нас есть очень земное представление. Начиная с 35 стиха, начинается знаменитое утверждение Иисуса Христа «Я есим». Я уже в прошлый раз говорил, что Евангелие от Яна семь раз употребляется выражение Иисуса Христа «Я есим». И он говорит «Я есим хлеб», «Я есим жизнь», «Я ес путь истинной жизни» и так далее. То есть семь раз Иисус Христос в различных аспектах утверждает, кем Он есть. Вообще в греческом варианте Нового Завета в Евангелии от Яна это выражение «Я есим» употребляется 27 раз. Но семь раз оно имеет за собой некоторые действия. И в данном случае первый раз в Евангелии от Яна употребляется выражение «Я есим». Иисус Христос, учитывая, что дискутирует с ними о Ветхом Завете, о Моисее, то есть о том, что было в пустыне, сколько ман на ней, от кого эту манну получали, буквально Иисус Христос здесь использует выражение, которое Он сказал при встрече с Моисеем. Книга Исход, 3 глава, 14 и 15 стихи. Бог сказал Моисею «Я есим сущий». И сказал «Так скажи сынам Израилевым». Сущий, то есть Иегова, послал меня к вам. Христос в этом тексте сказал, знаете что? Я Иегова. Я Иегова хлеб жизни. Дальше Он будет говорить «Я Иегова». Путь истинной жизни. «Я Есим». Скажи сынам Израилевым «Господь Бог Отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова послал меня к вам. Вот мое имя навеки». Запомните это в рот и рот. Я Есим. Иисус Христос здесь в этом тексте показывает, что тот, который был, разговаривал при купине с Моисеем. Тот же самый сегодня стоит перед ними. Тот же самый, который давал манну в пустыне. Тот же самый сегодня предлагает им жизнь вечную. Для нас, для верующих людей, должна быть первостепенная пища, от чего мы будем возрастать в вере. Мы внутренне нуждаемся в Боге. Мы внутренне нуждаемся в духовной пище. И Христос говорит, что ничто не может утолить ваш духовный голод, кроме Иисуса Христа. Некоторые люди на сегодняшний день говорят, почему у меня такая слабая вера в Господа? На основании священного Писания хочу сказать, потому что питаетесь неправильно. Вера приходит, Писание говорит, от слышания Слова Божия. Если бы сегодня верующие люди питались Писанием в полной мере, вера утверждалась, вера бы укреплялась. Вера бы утверждалась, вера бы укреплялась. Редактор субтитров